Ребят, всем привет! Рад всех видеть сегодня на канале. И сегодня мы с вами будем делать FPV-шлем. FPV-шлем будет очень бюджетный. Вот эти очки, к примеру, стоят полтора доллара. Вот этот монитор стоит 18 долларов. При этом имеет разрешение 800 на 480 точек, что позволит комфортно летать. И имеет диагональ 5 дюймов. Это самый бюджетный приемник видео-аудиосигнала RC305 200 мВт 5,8 Гц АВ. В нем обычные сосиски антенны, не клевер. Клевер я уже заказал, чуть позже будут. Но можно и с такими летать. Можно самому сделать клевер с таких. И далее, кстати, стоит он примерно 15 долларов. И вот такие у нас линзы Френеля. Цена этих 5 линз 1 доллар. Ну, я купил на всякий случай 5. Можно было купить просто 2 или 3. В чем суть? Нам необходимо установить шлем. Так, чтобы мы через эти линзы уближали изображение и видели туда, куда мы летим. Для этого нам нужен скотч. Скотч. Это первое. Берем вот так вот, как я сделал. Просовываем козырьком внутрь монитор сейчас. Вот, козырьком внутрь просунули. И берем. Скотчем вот так вот мы берем и просто соединяем. Приклеиваем. Вот так вот склеиваем его сюда. Приклеиваем, чтобы он хорошо здесь держался. А главное, не цепляем средину. У нас тут есть крючок. Вы придумайте, как вы его будете цеплять. А я прицеплю так. Все, мы закрепили. Его прижали здесь. И прижали здесь к картону. Все. Первый слой скотча можно срезать. Идем дальше. То есть я буду делать не сильно красиво. Это вещь, которая все равно будет доставаться отсюда. Ничего вечного нету. Я буду все равно доставать этот монитор со шлема. То есть вот моя задача просто ровно прикрепить. Я могу это сделать суперклеем или любым другим клеем. Но это будет не то. Можно придумать многие способы, как его здесь закрепить. Очень даже многие способы, но я буду делать так. Сейчас я вынимаю из наших собранных очков основу с линзами. С основой с линзами мы будем с вами делать линзы Френеля. То есть вот я вытягиваю банально вот эти линзы, которые здесь были установлены. Я их откладываю в сторону. Вот здесь у нас картон. Он из трех частей. Наша будет задача просто вырезать большее отверстие. Но так, чтобы центральный вырез был самым крупным. А эти два более меньших, чтобы держалось внутри. Чтобы все держалось здесь внутри. Так, монитор мы внутри сейчас дальше продолжаем крепить. Крепить мы будем его также внутри скотчем. Снаружи я его закрепил, чтобы он не двигался туда дальше. Пока убираю. Для начала мне надо просто закрепить монитор. Просто его закрепить. Вот я скотчем сюда прогнал. Можно это делать изолентой. Но я потом буду утемнять все это изолещество, чтобы было темно внутри и не проходил внутрь свет. Это тоже важно. Так, вот мы его уже частично закрепили. Теперь закрепим его внутри. Все щели, которые пропускают свет нам необходимо будет потом убрать. Внутри я же предлагаю его закрепить какой-нибудь рамкой вот что ли. И сейчас я из картона сюда внутрь вырежу какую-то рамку, которую просто вставлю сюда, чтобы монитор был закреплен более надежно. Я беру любой кусок картона, вот, например, с коробки из-под почты. Ну, из-под новой почты. Взяли мы его, лишнее мы выбросили. И вот подобрали так, чтобы оно здесь всовывалось и оставались немножко как бы зацепы, чтобы он крепился. И теперь просто прорезаем вот примерно как будет монитор. Вот так вот вырезаем. По высоте меряем. В общем, придумаем. Просто колхозим его. Делаем с него колхоз. Вот, вот так вот так же обрезаем. Вот сверху делаем такой вот вырез. Важно, чтобы держалось хорошо все внутри. Вот. И под монитор делаем обрез. Обрезаем так, чтобы монитор можно было видеть, но при этом были вот эти вот рамки, которые не будут позволять ему гулять туда-сюда. Вот, мы вырезали рамку для него. Сейчас я просто ее сюда вот так вставлю. И она будет его держать внутри с помощью также скотча. Вот, рамка у нас такая получилась. После того, как внутри мы все здесь, нашу прокладку проклеили скотчем, для того, чтобы монитор не выпадал назад. То есть, эта прокладка будет держать монитор, и он не будет выпадать, когда его ставим так. Ну, и менее будет вибрационным. Здесь у нас есть вот этот монитор. Ну, например, у меня, ну и в основном в мониторах есть лапка. Лапку я убрал, лапку я банально выбросил. А здесь эту лапку нужно просунуть... Лапку я убрал, лапку я беру. Сейчас же берем наши очки, то есть вот внутренность, и вырезаем этот вот момент. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...